МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 марта 1979 года семерка лыжников с тяжелыми рюкзаками спустилась со скал маленького островка Генриетты на дрейфующий лед и взяла курс на север. Их отделяли от заветной цели 1500 километров. Это путешествие стало известно всему миру, как и имена участников легендарной экспедиции. Это ее начальник, кандидат физико-математических наук Дмитрий Шпаро, научный руководитель маршрутной группы Юрий Хмелевский, завхоз экспедиции Владимир Леденев, радист Анатолий Мельников, врач Вадим Давыдов, инженер Владимир Рахманов и рабочий Василий Шишкарев. Путешествие команды Дмитрия Шпаро стало первой в мире экспедицией на лыжах к Северному полюсу. А начиналось все достаточно прозаично, с увлечения туризмом. Тогда, я думаю, что на Мехмате большая часть студентов вообще в университете московском так или иначе интересовалась туризмом. Значит, это были хорошие альпинисты, это были ребята, которые сплавлялись на плотах, ходили на лыжах. И вот это увлечение туризмом, когда люди все-таки уезжали из Москвы, далеко, по разным отдаленным местам Советского Союза, вот это все-таки было массово. Я думаю, вот это вот стремление к путешествиям, стремление к тому, чтобы каким-то образом через путешествия познать какие-то новые грани жизни, оно не ушло из жизни, оно осталось тем же самым. Из всех видов туризма, через которые я прошел, опять-таки горные, плоты, значит, больше всего у меня сердце затронуло лыжные путешествия. И когда мы на лыжах отправились уже не по каким-то центральным районам, а когда мы попали на лыжах на север, в тундру, все это было безумно интересно, и все это как-то вот затягивало в рост самым поразительным образом. Не знаю, то ли это свойство характера, то ли это вот распространение вообще на всех людей, но вот часто говорят, что север имеет какое-то очень большое обаяние, и люди, которые туда раз попадают, должны вроде как туда возвращаться. Но себе я это испытал вот на 100%. Удаляясь из своих турпоходов все дальше на север, в 1972 году группа московских туристов совершила лыжный переход по маршруту от Чукотки до острова Врангеля. Ну и эти вот 20 дней, которые мы шли, они были вот таким большим испытанием, и мы как раз в результате вот и поняли, что это опасно, и что нужно делать для того, чтобы все было достаточно безопасно, какие меры нужно предпринимать. Мы первый раз там много чего делали в проливе Лонга. Первый раз устанавливали связь с людьми, с дрейфующей станцией. Не было в походах, в общем, это принято. Каким-то образом устанавливать связь. А как ее устанавливать, вообще непонятно. Вот. Потом, значит, у нас там были какие-то очень своеобразные, специально подготовленные пласт средств, потому что вообще, когда ты идешь по дрейфующим льдам, то часть времени ты идешь на лыжах, а часть времени ты должен идти по тонкому льду, тонкий лед вообще может разломаться, ты можешь оказаться в воде. А вообще хорошо, если ты идешь по такому динамичному району, динамичному с точки зрения движения льда, как пролив Лонга или там Беринга в пролив. Это уже потом в моей вот уже совсем зрелой биографии, когда мы с Матвеем пересекали Беринга в пролив, он еще более динамичный по сравнению с проливом Лонга. Там просто все непрерывно движется, так, как в приличной реке. Лед там похож больше всего на лед во время весеннего ледохода. Ну и, значит, ты должен все время рассчитывать не только на лед, но и на воду. Ну вот, ну и мы вышли с большим трудом на остров Вранделя, потому что льды нас сносили. Там самая юго-западная точка Вранделя, мы с Блоссом, мы чуть-чуть мимо него не прилетели, потому что лед очень быстро двигался с востока на запад, справа налево. Ну, выбрались, остались безумно довольны, знаешь, с этим путешествием. Если сейчас его вспомнить, это 1972 год, если до Северного полюса еще 7 лет. Вот. Если вспомнить вообще все походы, которые у меня были под ревующим ледом, то этот вот 20-дневный поход, он, конечно, входит в число, я думаю, трех самых трудных. А потом, когда мы прошли сейчас пролив Лонга, мы сказали, о, все, мы готовы. Мы все понимали, как вести радиосвязь, как взаимодействие с самолетами, вертолетами, какие рационные питания должны быть, какая должна быть научная программа. Тогда при газете «Комсомольская правда» ЦК ВЛКСМ была создана общественная научно-спортивная экспедиция, целью которой было достижение Северного полюса. В свободное от работы время группа энтузиастов начала усиленные тренировки на Севере, подготовку, снаряжение. Нужно было приобрести для экспедиции лыжи, примусы, следить, как шьются палатки, рюкзаки, меховые носки, как делаются десятки необходимейших предметов снаряжения. А делались они в различных городах Советского Союза. В 1973 году состав участников экспедиции к Северному полюсу окончательно сформировался. Осталось назначить только время старта. И в 1973 году как-то вообще вроде как все должны были идти нам навстречу, как мы считали, это была полярная экспедиция комсомольской правды, которая вооружена была, значит, флагом комсомола. Значит, все двери перед нами открывались. Такое время было советское. В общем, она была вполне такая политизированная, правильно политизированная. Все знали, что мы нацелены, и все старались нам помочь. Вот, по разным соображениям, но все старались помочь. И все-таки в 1973 году нам сильно дали полноцу. Оказалось, что комсомольская правда всего лишь является органом ЦК комсомола. И вот когда в каких-то местах вот этой вот вершинной такой вот мощи, могущества комсомольской правды более чем достаточно, в каких-то местах оказывается мизерно мало. Так вот, значит, ЦК комсомола нам сказали, что нет, братцы, значит, нам надо посоветоваться с нашими старшими товарищами, никакой экспедиции к Северному полюсу быть не может. А в 1973 году у нас были куплены продукты на все путешествия, было заказано там две тонны радиоаппаратуры, которая должна была стоять на базовой точке, на островах, от которых мы стартовали. Ну и так далее, и так далее. То есть это был вообще полный крах. Мы не знали, что со всем этим богатством делать, там, с питанием на сто дней, на наших базовых радистов, на нас, на маршрутные группы. Ну, отдали там продукты в какие-то детские сады, все, это обошлось. Но дальше могло быть, в общем, два варианта. Либо все, тебе крылья обрезали, ты как-то, в общем, разочаровался и сказал, что все закончено, либо, значит, ты каким-то образом ищешь пути продвигаться дальше. Покорить верхнюю точку планеты – цель трудная, но почетная. За победу над Северным полюсом последние сто лет в мире существовало негласное соревнование между странами. Все пытались добраться до него по-разному – на собачьих упряжках, на дирижабле, на самолете, на подводной лодке, на ледоколе. А вот пешего путешествия пока еще не было. Поэтому побороться за первенство Советского Союза в достижении Северного полюса на лыжах, как казалось тогда молодым спортсменам, вопрос престижа. Но в Центральном комитете Коммунистической партии думали по-другому. Если ты делаешь такое большое дело, то ты его сможешь довести до конца, если реально тебя поддерживают и другие люди тоже, разные. Значит, вот есть очень много людей, которые тебя стараются ударить по голове, но тем не менее во всех категориях, среди ученых, среди партийных деятелей, среди пищевиков, значит, есть обязательно люди, которые тебе симпатизируют. Точнее сказать, не тебе симпатизируют, а симпатизируют твои задачи. Они хотят, чтобы ты сделал то, что ты задумал. И это может быть только тогда, когда то, что ты задумал, на самом деле это не твоя личная прихоть, я хочу в бочке упасть с Ниагарского водопада, а когда твоя цель, она востребована. Востребована обществом, востребована историей, востребована наукой. Вот в случае похода на Северный полюс было именно так. Сама цель была безумно благородна. Она вообще была реально нужна культуре, реально нужна людям. И поэтому ничего, конечно, странного не было. Что уже на следующий год, когда ЦК Комсомола обратилась за разрешением к своим старшим товарищам, то бишь ЦК КПСС, и вопрос о походе на Северный полюс в 1974 году рассматривался на секретариате ЦК КПСС, и вносил его известный секретарь ЦК КПСС Демичев, то было принято решение, что поход в Северный полюс нецелесообразен. И это было уже не просто слова, которые сообщили, значит, Диме Шпаро, а это были слова, которые были написаны чернилами на документе нашей вот главной организации. Ну и вот тут-то опять возникал вопрос, как же быть? Потому что если что-то нецелесообразно с точки зрения ЦК КПСС, то ясно, что это дело не может состояться никогда. Несмотря на страшный вердикт, команда энтузиастов не распалась. Люди не теряли надежды и по-прежнему готовились. А в летние отпуска уезжали на Север тренироваться. Реальная ситуация изменилась только в 1979 году. Люди, которые хотели, чтобы мы пошли, они по-прежнему хотели, чтобы мы пошли. И по-прежнему нас чуть-чуть подталкивали, так вот, коленочкой под зад. Давайте, ребята, не отчаивайтесь, может быть, что-то еще когда-нибудь изменится. Когда-нибудь что-нибудь изменилось, действительно, но изменилось реально очень нескоро. Это как мы все знаем. Все-таки это шли только пока 70-е годы. Это все-таки были годы застоя. Но, тем не менее, случилось какое-то удивительное событие. И в 1979 году, в феврале, тогдашний первый секретарь ЦК Комсомола, Борис Николаевич Пастухов, дай Бог, значит, здоровья, он нас позвал к себе и сказал, ребят, я хочу, чтобы вы пошли на Северный Путь. Значит, вы готовы? А мы говорим, да, Борис Николаевич, вы все время готовы. И сейчас тоже готовы. То, что нас позвал к себе Пастухов, это то же самое, что сейчас нас позвал бы к себе Владимир Владимирович Путин. Это было что-то такое, ну, сверхъестественное. Это было бы просто землетрясение в Москве, там, приличных баллов. Ну, вот мы все побежали к нему, значит, и он, видимо, забыл о том, что было решение в 1974 году. Прошло пять лет. Но, значит, все окреленные вернулись. И тут, значит, все-таки кто-то вспомнил. А как же быть? Никто не отменял того постановления ЦК КПСС. Тогда комсобольская правда приняла, значит, такое мудрое решение, что ребята идут не к Северному Польсу, а в направлении Северного Польса. Старт с небольшого острова Генриетта был очень сложным. Практически сразу люди оказались в воде. Во время двухчасового лазания по несущимся льдам одним из участников была потеряна лыжа. Но и дальше, высохнув палатки, переодевшись, команда путешественников двинулась вперед. Но лыжня не стало проще. А в это время на большой земле назревало что-то непонятное. В Москве начался скандал по поводу того, что кто разрешил. Значит, Борис Николаевич был вызван в кабинет Михаила Васильевича Зимянина, секретаря ЦК КПСС. Мехваст такой был. Был стук кулаком по столу. Были какие-то, по-видимому, я думаю, что, наверное, были какие-то самые, что ни на есть, нецензурные слова. Но так или иначе, в общем, Борису Николаевичу можно сильно посочувствовать. Ну и он услышал, как говорят слова, что, значит, возвращай своих ребят, значит, и вообще вспомнишь, что ты можешь и свой партбилет положить на стол. Но тут вот неожиданно в это дело вмешался главный идеолог партии Суслов Михаил Владимирович. Ну и тот сказал, что пусть идут, это нужно для Родины, для Советского Союза, для страны. Ну и таким образом нас оставили в покое, и мы, значит, наши планы, как спрятаться от вертолета, который будет лететь, чтобы нас забрать, значит, эти планы, в общем, остались в прошлом. Мы спокойно шли, все стало хорошо, и мы 31 мая пришли на Северный полюс. По прошествии 36 лет удачный исход экспедиции во многом сглаживает воспоминания трудностей. Но они, безусловно, были. Тогда путь лыжникам преграждали то нагромождение торосов, то обширные разводи и полыньи, которые приходилось преодолевать на надувных лодках. Идти было очень тяжело. В первые дни похода температура опускалась до минус 40. Первые две недели было крайне холодно. Снаряжение у нас было не такое, как вот было у Матвеева и Бориса. Сейчас снаряжение изумительное, а тогда снаряжение было слабенькое. И каждую ночь мы засыпали под стук зубов, в буквальном смысле слова. Все стучали зубами от холода. Неимоверно холодно. И голодно. И много сил мы тратили. Каждые 16 дней прилетали самолеты. Сбрасывали груз на парашютах, продукты в мягких длинных мешках и 20-литровые канистры с бензином. Мы за две недели, это было научно предсказано, каждый из нас терял по 2 килограмма. Небольшую часть 2 килограмм. Прежде всего, может быть, меньше килограмма. Можно было реально восстановить за 2 дня отдыха. Значит, вот иллюзия, что ты можешь за 2 дня отдыха съесть очень много и таким образом восстановить все потерянные за 16 дней 2 килограмма, это действительно иллюзия. Ты можешь наесться, но, к сожалению, все равно это в тебе все не останется. Ну вот, а кое-что, значит, останется. Участникам экспедиции была предоставлена радиосвязь. Думаю, там всего пару раз за все путешествия, когда мы в результате каких-то колоссальных усилий, значит, причем не отдельных людей, а, думаю, в общем, Министерство связи СССР, мы получали возможность говорить по домашнему телефону своими домашними. Ну и тогда, вот я помню прекрасно, как там Леденев, значит, разговаривая с своей женой, со своими детьми маленькими, значит, я так на него смотрю, значит, у него на глазах слезы. Ну вот, а кто-то, значит, более сдержанно к этому, к всему относится. На страницах «Комсомольской правды» регулярно выходили статьи о передвижении семерки смельчаков. Тогда за ходом экспедиции следили очень многие. Когда мы шли по льдам, вот, я помню очень хорошо, значит, значит, как-то о нас заботились сильно здесь, в Москве, вот, и по нашим заявкам, значит, там, «Маяк» или какая-нибудь другая радиостанция, «Юность» подготавливали какие-то специальные по нашей просьбе, значит, песни. А я, значит, очень трепетно относился к песне Пугачевой. Пела. Я не могу сказать, что ее, наверное, пригласили в суде, специально она для нас пела. Конечно, это было не так. Но, тем не менее, все было очень красиво. Часто за стенами палатки бушевала пурга. Скорость ветра поднималась до 30 метров в секунду. Продвигаться дальше при нулевой видимости было невозможно. Но острые переживания от возникавших в команде конфликтов порой переносить было сложнее, чем все погодные катаклизмы. Неизбежно вот это вот экстремальное такое состояние человека, оно оказывает плохое влияние на его психику. Вот. И тут шла, конечно, очень такая жесткая проверка твоих психических возможностей. Вот. И с вот этим испытанием справлялись не все одинаково хорошо. Я не говоря о том, что люди могли сойти с ума. До этого, я думаю, точно не дошло бы. Но очень сильно обострялись отношения. И какие-то вещи, которые, на самом деле, может быть, не следовало на них обращать внимание, они вызывали бурю протеста. Люди обижались друг на друга. Днями люди внутри команды не разговаривали. Но из-за того, что все-таки была общая цель, и из-за того, что все-таки были некоторые из нас более устойчивые, которые все на это смотрели как бы со стороны и прилагали все усилия для того, чтобы все-таки все это исправить, все было нормально. Должен вам сказать, что я сам, хотя был, значит, таким стопроцентным лидером, все ребята делали всегда то, что я говорил. Другое дело, что и мой собственный стиль руководства, он всегда был таким, что я никогда не был авторитарным руководителем. Я всегда старался понять общее мнение. Иногда я высказывался по какому-то поводу, и это мое высказывание было отличным от всего, что говорили другие ребята, но все равно это происходило только в результате того, что я слышал, что говорили все. Но, к сожалению, я по своему вот этому психологическому статусу был не в лучшем положении, и я не был в числе вот тех людей, которые могли сгладить конфликт, а наоборот, я был в числе тех людей, которые были вовлечены в конфликты. Как раз я как раз и то с одним, то с другим подолгу не разговаривал. Это обидно признавать, но думаю, что это, в общем, не выходит за рамки какой-то вообще бесконечной любви и благодарности к друг другу, которая все-таки нас связывала. Помимо достижения чисто спортивных целей, участники экспедиции выполняли большую научную программу. Они изучали проблемы выживаемости человеческого организма в экстремальных условиях Арктики. Вопросы психологической совместимости людей испытывали образцы особой, высококалорийной, сублимированной пищи. В напряженном графике продвижения к Северному полюсу были и забавные случаи. Все мы абсолютно голодны, у нас ничего не осталось. И нам сбрасывают новые продукты, значит, мы уже знаем, что мы сготовим, мы думаем, что мы будем готовить, значит, манную кашу на молоке и положим туда чернослив. Вот мы хотим этого. И, значит, нам должны сбросить теперь бочку с бензином. Бочку, потому что, на самом деле, много бензина мы можем протратить сегодня и завтра. У нас должна быть еще баня, а чтобы баню устроить, нам нужно нагреть как следует палатку, то есть у нас примус будет работать, два примуса будут работать, работать, работать и работать. Мы не экономим. А каждый день мы экономим. А здесь не экономим. Вот. И вдруг... Да, и, значит, бросили в бочку, значит, небольшую канистру в палатку, где уже все приготовлено, чтобы варить эту самую манную кашу с черносливым. И вдруг, значит, оттуда высовывается Леденев и говорит, значит, все мы, значит, видим в его глазах полный ужас, и он говорит, что солярка. Он произносит одно только слово. Что очень странно, конечно, потому что другой цвет, другой запах, там, другая констенция, значит, все другое. Ну и с этим, с этой соляркой, значит, мы ничего сказать не можем. Она для примусов. А примуса у нас были, значит, астриские фебусы, и был один примус наш. А он залил во все примусы солярку, и все примусы фебусы вышли из строя полностью. Они не приспособлены. Это как хорошая машина, которая залила не то горючее. Значит, все, машина дальше уже не поедет. Вот, так вот этот самый, значит, наш примус, он стал работать. Да как же он забавно работал. Значит, вот это вот был такой маленький вулкан, от него там отлетели, брызгивали вот, вот, не сгоревшие вот этого самого солярки, вот так вот в разные стороны, такие красные. Ну и он дымил очень сильно. Ну, мы решили, что раз он все-таки вот работает, наш этот самый чудный импримус, давай, значит, мы все-таки нашу кашу на него поставим. Ну и вот в результате, значит, получилась такая каша, что чернослив, нельзя было в ней найти, потому что она вся была черна. Продвигаясь все ближе к северному полюсу, стали возникать дополнительные сложности. От отраженного снегом и льдом солнечного света глаза начинали страшно уставать. Спасались солнцезащитными очками. Некоторые члены экспедиции даже спали в них. А еще были вещи непонятные, оставшиеся неразгаданными загадками до сих пор. Например, на Северном полюсе, когда мы были 79-м годом, на Северном полюсе, вот нам казалось, что где-то недалеко всплыла подводная лодка, потому что мы все четко слышали такой равномерный стук мотора. Но мы ничего визуально не видели. А равномерный стук мотора на самом деле можно было спутать с очень забавным, но тоже крайне равномерным стуком от движущегося льда. Один раз на маршруте мы с Леденевым поспорили по поводу того, что Леденев сказал, летит самолет, а я сказал, что нет, это льды. Настолько были похожи вот эти звуки механические и натуральные. Так для всех нас осталось загадкой. Была подводная лодка. Путешествие заканчивалось, но стал вопрос, где же остановиться? Как точно определить эту заветную точку Земли, Северный полюс? И что делать на нем? Началось довольно бурное обсуждение, что же нам делать на Северном полюсе, кто на Северный полюс прилетит в качестве гостей. Это обсуждалась Москва с нами. Мы говорили, кому мы хотим видеть, кому мы не хотим видеть. И наш, значит, благодетель, отец экспедиции, Парис Николаевич Пастухов, отправил на Северный полюс Вознесенского, Андрея. Когда мы, значит, узнали, что приедем в Вознесенске, ни у кого не было никаких возражений, все были очень довольны. Я знал его стихом много наизусть, обожал его стихи, но с ним он не был знаком. Андрей Вознесенский напишет об этих легендарных ребятах, полярных братьях и их звездном часе так. Опасен полюс и необходим. Лица ребят оплавлены, как в тигле. Пусть компасы магнитные ошиблись, сверяйте компасы по ним. Последний день весны, 31 мая 1979 года, семь человек горячо обнялись на макушке земли. Это был итог 76 суток маршрута и почти 10 лет подготовки. Если человек делает то, что никто не может, и то, что он давно наметил, к чему он долго шел, к чему он посвятил, на самом деле, реальную свою жизнь, что это у него получается, конечно, получается колоссальное удворение. Я думаю, что, в общем, ничего более вообще прекрасного не может быть, как человек, который, в общем, достиг того, к чему он так долго стремился. Я думаю, что вот Северный полюс в 79-м году для меня это, кстати, вот высшая точка моей жизни. Страна высоко оценила мужество и героизм участников беспримерного ледового перехода. Все они были награждены государственными наградами. А их имена навечно вписаны в Книгу рекордов Гиннесса, в летопись великих покорителей Северного полюса. Сегодня Шпаро Старший дарит молодым людям, только вступающим в жизнь, такое важное и неповторимое путешествие к заветной географической точке. Не случайно каждый год на верхушку земли неизменно отправляется молодежная экспедиция на лыжах в Северном полюсу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова